В Люберцах состоялось заседание членов регионального московского областного отделения Ассамблеи народов России. Руководители и представители местных и областных национально-культурных автономий обсудили векторы развития недавно открывшего ресурсного центра, кодекс этики и план мероприятий на 2017 год. Помимо этого, представители администрации городского округа Люберцы рассказали о правилах участия в премии губернатора «Наша Подмосковья». Члены национальных и общественных организаций Московской области – одни из самых активных участников ежегодной премии губернатора «Наша Подмосковья». Поэтому заседание регионального московского областного отделения Ассамблеи народов России началось именно с обсуждения новых правил участия. Кроме того, что в этом году заявки принимаются только в электронном виде на сайте нашеподмосковья.рф, существует еще ряд изменений. Если раньше у нас каждый мог подать заявку, и причем подать заявку не одну, а до десяти, поскольку было десять номинаций, в этом году все гораздо сложнее. В этом году действует правило – один человек участвует в премии только один раз. Заявки подаются от инициативных групп. Категории зависят от количества участников. Один человек может выступать или только в качестве заявителя, или участника в составе группы. Далее на заседании обсудили вопрос членства в региональном московском областном отделении Ассамблеи народов России. Наше региональное областное отделение открыто как часть Ассамблеи. И членами Ассамблеи могут быть региональные местные организации и частные физические лица. На данный момент у нас 13 заявлений, то есть 13 организаций, которые официально приняты. Структурным подразделением регионального московского областного отделения Ассамблеи народов России является недавно открывшийся ресурсный центр. Он направлен на объединение всех национальных и общественных организаций. Я думаю, что ресурсный центр будет открыт для любой автономии, независимо от членства. Потому что задача ресурсного центра как раз-таки помогать руководителям национально-культурных автономий. Еще один важный вопрос – создание кодекса этики членов регионального московского областного отделения Ассамблеи народов России. Он основан на общих принципах взаимного уважения, доверия и благожелательного сотрудничества. Уважать законы России, уважать русский язык и уважать устав Ассамблеи народов России, заботиться о повышении авторитета нашего регионального московского областного отделения. В завершение участники встречи озвучили планы будущих мероприятий. Среди них Московский областной Сабанту, международный фестиваль «Книга строит мосты», фестиваль национальной культуры корейцев и многие другие события и праздники, которые пройдут в разных национальных и общественных организациях. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.